А сейчас о тех, кто на страже безопасности сегодня. Будучи в Бресте, Александр Лукашенко побывал в 38-й отдельной гвардейско-десантной штурмовой бригаде. Это был откровенный разговор с элитой вооруженных сил, о национальной безопасности, перевооружении армии и событиях на планете. Красной нитью одна важная мысль – давайте сделаем все, чтобы сохранить суверенитет и мир на нашей земле. Со своей стороны государство приложит максимум усилий, чтобы повысить престиж военной службы. Шаг за шагом выстраивали надежный щит безопасности, который сегодня работает. Чего это стоит, расскажет Наталья Бреус. Брест мне не чужой, сегодня не раз скажет президент. И признается, здесь прошли не самые простые годы его жизни. Александр Лукашенко служил в Брестском пограничном отряде. И есть что вспомнить. Но сегодня разговор с людьми в погонах не о воспоминаниях, а о реалиях нынешних дней. Президент не мог к ним не заехать. 38-я десантно-штурмовая бригада – преемница 105-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была создана в годы Великой Отечественной. Но с тех пор столько воды утекло, поэтому с порога главнокомандующие о готовности к конфликтам 21 века. Война будет носить совершенно иной характер. Развязывание войны будет совершенно иным, нежели раньше. Ну, может быть, и тоже с бомбежки нашлется, но вряд ли. И прочее, прочее. Вот исходя из новой военной доктрины. Для сил специальных операций, в том числе для 38-й десанта-штурмовой бригады, возложены основные задачи. В ходе введения контртеррористической операции окажем содействие органам пограничной службы, Комитету государственной безопасности и Министерству внутренних дел по наведению порядка на территории Республики Беларусь. Контртеррористические операции и наведение порядка внутри страны. Так точно. Вторая задача. В ходе начала боевых действий ведем контрдиверсионные действия по борьбе над нашей территорией с диверсионно-разведанными группами и незаконными вооруженными формированиями противников, которые действуют именно на наших территориях. То есть, если негодяи со взрывчатками и прочее пришли к нам и готовят какую-то диверсию, вы должны это видеть и нейтрализовывать. Так точно. Тяжело в учении, легко в бою, не дай бог, конечно. Мобильность, выносливость, готовность к выполнению любых задач – все это про бойцов бригады. Не случайно девиз десантников звучит просто – никто, кроме нас. Силы специальных операций – это новый молодой род войск, который не случайно создан, но он правильно создан для того, чтобы всегда и вовремя, как и в Великой Отечественной войне, первым на себя принять удар. Тогда приняли первый удар – это пограничные войска. В нынешней войне, в новом поколении будем его принимать мы. Отработка прыжков с парашютом на земле, изнуряющей тренировки, инструктаж, подготовка идет нон-стоп. Все действия доводят до автоматизма. Не зря шутят, чтобы почувствовать себя орлом в воздухе. Прежде нужно изрядно попотеть на земле. У специалистов разведподразделений имеется тропа разведчика. Горькие уроки войны не прошли даром для Беларуси. Последние два десятка лет кирпичик за кирпичиком выстраиваем свою национальную безопасность. В то время, когда в разных уголках планеты полыхает или тлеет пламя конфликтов, Беларуси удавалось идти по суверенному пути без разногласий. Демократия – это прикрытие, в основе лежит всегда жесточайшая конкуренция и прежде всего в сфере экономики. Поэтому прошу вас, когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, ну сейчас проще. Вы должны понимать, что в том виде, как мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране. Я говорю, почему сейчас проще? Ну, вы видели недавно самую демократичную страну. Для начала Францию с желтыми жилетами, как ее там кормили. И не только жандармеры, полицейские, ОМОНовцы в нашем понимании, но и военные. Ну а сейчас Соединенные Штаты Америки. Вы видите, как там. Быстренько разобрались. Разговор с офицерским составом был откровенный. Эти закаленные люди умеют хранить не только военную тайну. Впрочем, скрывать президенту нечего. Вся мировая обстановка, как на ладони в наш-то информационный век. В Беларуси тоже не закрывали на это глаза реакции на вызовы времени. Гибридные войны, когда информационный штык бьет, то и как больно, стала новая военная доктрина. Кстати, далеко за примером ходить не нужно. Ежедневные вбросы в социальных сетях или телеграм-каналах заставят поволноваться, а все ли у нас хорошо, ну, например, с эпид обстановкой. А это все те самые современные технологии и манипуляции в деле, когда пытаются подорвать доверие. И это выдержали. Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Система здравоохранения наша выдержала. И мы уже начали вымывать, зачищать больницы, которые на всякий случай создавали. А вдруг? А вдруг вспышка? Если бы мы остановились, наше бы место заняли. И мы никогда бы не восстановили нашу экономику. Не то, что 2-3 года, никогда бы не восстановили. БелАЗ бы никогда 30% рынка больше не держал. Потому что Катерпиллеры и Камацу пришли бы на его место. Это основные его конкуренты. Поэтому мы понимали, что у нас экспортно-ориативная экономика. Мы понимали, что мы справимся. Организация нашего государства позволяет это сделать. От экономики пляшет вся жизнь. Есть средства, можно рассчитывать на развитие. На вклад в ту самую безопасность. Конечно, космические, многомиллиардные военные бюджеты некоторых мировых игроков поражают сознание. В Беларуси это не по карману, да и ни к чему. Но сделать так, чтобы ущерб противнику в случае чего был нанесен неприемлемый, точно по силам. Поставлена мною железобетонная задача. Если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами. Начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа Полонез и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, где работает нефтяная газовая труба. Можно на два месяца уйти, объявить выходные. Страна не работает, а капает. Нефть идет хоть понемногу, но капает. Цены упали, конечно, меньше. Знаете, ком речь. Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке, по копейке. И, видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться. И дальше производить отечественные образцы вооружения и военной техники. Кстати, сделано немало, чтобы привести в порядок военные городки и тыл, должен быть надежный. Как обустроен быт военнослужащих в 38-й бригаде, показывают президенту от спортивного и тренажерного зала до казарм. Одно из них как раз обновили и капитально отремонтировали. База – это хорошо. Важно и на каком матрасе спать, и что в рационе военных. Но еще важнее – престиж военной службы. Командир роты 3-й роты 383-го отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона гвардии старший лейтенант Ребенок. Я хотел бы задать вопрос следующего характера. Касаемо престижа вооруженных сил. Расшифруй. Проводить работу, допустим, в дошкольных учреждениях. Пишу, подожди, не спеши. Дошкольное. Дальше. Освещать, допустим, различные учения, которые у нас ожидают. Снайперский рубеж, полярная звезда. Все. Проведение перевооружения, возможно, на котором вы останавливались. Также развитие военной инфраструктуры. Спасибо. Ну, не стесняйся. Дальше, дальше. 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 Личная жизнь, обеспеченность. Хорошо, что ты об этом не говоришь. Дальше, главнокомандующий, еще хотел бы задать один вопрос. Касаемо пенсионного возраста. Планируется ли увеличение пенсионного возраста? Планируется? Военным вы имеете в виду? Так точно. Нет. Такого? Ты что? Нет. Значит, что касается дошкольного образования, освещения, учения, присаживайся. Ну, тут же нет никаких проблем. Мы же еще не распродали средства массовой информации. У нас есть воен-ТВ. С удовольствием смотрю. С удовольствием. Интернет, пожалуйста, нам это очень не хватает. Что касается перевооружения, я уже коснулся этого вопроса. Своё, своё и еще раз своё. Ну, и насколько это возможно, вы знаете мою формулу на будущее по жилью и так далее. Жильё будем строить только для военных и многодетных. Многодетные, потому что они решают главную проблему, а военные, потому что они должны служить, а не зарабатывать где-то деньги, чтобы построить жильё. Потихонечку мы на это переходим. А что касается престижа, то это вот здесь. Если ты офицер и ты гордишься этим званием при всех тяготах и невзгодах, не я сказал. Это у нас везде написано в советских времён. Если ты умеешь выдержать это, хорошо. Обращаясь к офицерам одного из самых лучших и боеспособных соединений, главнокомандующий назовёт их военной элитой. Это не просто громкие слова. Они каждый день на боевом посту, на страже спокойствия каждого из нас. Добросовестно и за дня в день несут нелёгкую службу. Звание «защитник» обязывает. В сложившейся обстановке задача армии и сил спецоперации, в первую очередь, защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте всё возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Но не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плётку и одеть лапти. Но не должны нас запрять в телегу и стягать, чтобы мы, вылупил, как в народе кажут, в очи, вскакали, как бешеные и тянули чей-то чужой воз. То есть призыв лидера простой. Давайте сохраним всё то, что у нас есть сегодня. Вот такие задачи на будни. Что касается праздников, то у людей в погонах они тоже бывают. В этом году у голубых беретов юбилейная дата. В августе 90 лет воздушно-десантным войскам и силам специальных операций нашей страны. Главнокомандующего ждут. Наталья Бриус, Вероника Бута, Николай Розавин, Виктор Шпак и Виталий Селявка. Агентство Теленовостей. Субтитры создавал DimaTorzok